Привет, друзья! Доброе утро, добрый день, добрый вечер! У кого что, доброй ночи! У нас сегодня среда. Какое же сегодня число? Вчера был экзамен, все 18 число сегодня. 18 число на дворе, октября. Время 7 часов 20 минут. Вот такие прекрасные виды на камере. Потому что уже достаточно темно утром. Скоро, да, вообще будет ночь еще в это время. Вот. И очень красиво, я вижу, камера снимает. Вот все оттенки неба, все вот цвета, оттенки красивые. Розово-желто-оранжевые. Какие-то вот люди утречком делают спорт. Это хорошо. Я вчера так ударилась ногой, пальцами. В общем, болит нога. Вообще вступить тяжело. Поэтому я очень рада, что сегодня один из тех дней, когда я еду на машине. Сегодня короткое введение про не то, чтобы как продвигается учеба, а просто вообще рассказать. Потому что, как оказалось, многие из вас, то есть я знала, что у меня есть как минимум два парикмахера среди моих зрителей, но оказалось, что есть намного больше людей. Вы спрашиваете вопросы такие, видно, ну, как сказать, не то, что профессиональные, а как бы с делом. Вопросы по делу. То есть видно, что люди знающие или интересовались, или работали, пытались. Некоторые из вас написали мне свои истории. Некоторые написали истории там своих знакомых, как они стали парикмахерами. И я немножечко на эту тему хотела поговорить, а также вам рассказать, что мы до сегодняшнего дня выучили. И что я вожу в своем волшебном чемоданчике. Так что, если вам интересно, оставайтесь и послушайте. Начнем с того, что очень многие из вас отреагировали, когда я еще только лишь рассказала о вот почему парикмахер, и что и как, и что, в общем-то, ну, не то, чтобы это мое призвание, то, что призвание, не призвание, это нам время покажет, а по поводу того, что вот к чему душа лежит, и что бы хотела сделать. Вот. Так вот, вы мне многие рассказали, как вы знаете людей, которые там были всю жизнь там чем-то, чем-то, кем-то, что-то вот они делали конкретное, а потом они в один день стали парикмахерами, причем уже в таком достаточно зрелом возрасте, и, в общем, были очень успешны. Не, ну, история успеха, они всегда как бы приободряют и, да, дают мотивацию, но в моем случае, действительно, это не тот вариант, когда мне нужна была мотивация, то есть я очень хорошо и реально понимаю, куда я иду, я понимаю все аспекты этого, как сказать, бизнеса, да, если так говорить, то есть все его плюсы и минусы. То есть я не просто окунулась, знаете, вот, сказала, ой, парикмахер, вот это, наверное, для меня, а потом я начала работать и познакомилась с тем, что, оказывается, есть тонна проблема, о том, что ты целый день стоишь на ногах, о том, что волосы мелкие летят во все стороны, даже залетают в легкие, попадают, и о том, что могут быть вши, о том, что могут быть разнообразные заболевания кожные у клиентов, поэтому, и что клиенты бывают разные, как приятные, так и не очень приятные люди, то есть какие-то вот такие вещи, я о них, как скажем, не то, чтобы я пришла вот и сказала, ой, блин, это оказывается вот так вот, не-не, вы знаете, парикмахер мне не подходит, нет, понятно, что в каждой профессии есть свои сложности, свои минусы и плюсы, и здесь минусов немало, вот все, что я перечислила, в принципе, выше, и, разумеется, я это все понимаю, и я вообще сама по себе человек достаточно брезгливый, достаточно брезгливый, но если думать только лишь о тех плохих клиентах, которые будут приходить, то действительно лучше не начинать, и, конечно же, мне абсолютно ясно, что я не мастер, не специалист, и сколько бы знаний у меня не было, я выхожу ноль, да, грубо говоря, после учебы, чем мне нравится наша учеба, что у нас очень много практики, то, что называется hands-on, мы очень много работаем с манекенами, но мы также очень работаем, много будем работать с моделями, которые мы можем приглашать, которых приглашает наш преподаватель, уже через, короче, в ноябре, после того, как я вернусь из Израиля, я начинаю практику, я уже устроилась на практику, очень хороший салон, я с ним переговорила, он увидел всю мою мотивацию, он сказал, что с удовольствием научит меня всему, что он знает, вот, и, в принципе, я очень этому довольна, естественно, я буду видеть, как работают настоящие мастера, салон достаточно большой, там 10 кресел, если я правильно выражаюсь, там 10 кресел, и люди приходят по записи, то есть это хороший очень салон, но уверенность можно получить только благодаря опыту, конечно же, я понимаю в то же время, что мне придется стричь на дому, то есть, во-первых, моя как бы цель такая, что да, хотелось бы работать на дому, потому что я изначально, да, если мы будем вспоминать исток, как бы изначально цель была такая, все-таки идти и работать на дому, для того, чтобы быть с детьми, или по крайней мере, иметь такой плавный график, который позволит мне отводить детей в школу, или по крайней мере, забирать их со школы, быть с ними, делать уроки, и при этом, чтобы в доме была, ну, горячая еда, да, то есть, для меня важен аспект семьи и дома, чтобы он был не запущенным, чтобы у меня оставалось на это силы, в то же время, мне хочется зарабатывать деньги, я понимаю, что если пойду работать, ну, как говорится, не то, чтобы на себя, потому что по-любому ты работаешь на себя, даже когда ты работаешь в салоне, потому что есть абсолютно разные условия, на которых можно работать в салоне, но смысл в том, что, понимаете, я не могу без наработки салона работать дома, почему? Потому что кто к тебе будет приходить? Твои знакомые, твои друзья, друзья друзей, знакомые знакомых, ты не хочешь испортить себе, да, репутацию, тренируясь на этих людях, поэтому это те люди, которым ты, да, будешь давать обслуживание на дому, они не будут ходить к тебе в салон, даже если ты начнешь работать в салоне, они не будут работать, потому что они знают, что они могут заплатить дешевле, прийдя к себе домой и чувствовать себя более комфортно, так? И мне бы хотелось, например, чтобы так было. В салоне ты под присмотром мастера, под присмотром там своего коллектива, который всегда подскажет, у которого ты всегда можешь научиться. Поэтому я, конечно, понимаю, что, по крайней мере, наверняка первый год я не смогу избежать работы в салоне. И пусть это будет салон прямо вот под домом, и пусть это будет супер-упер удобно, это все равно будет салон. И мне нужно будет совмещать это с домом, потому что мои уже все знакомые, друзья ждут, когда я начну встречу, уже все хотят идти. Поэтому я понимаю, что дома тоже будут волосы. Но у меня в бейсменте, как бы, да, в моем подвальном помещении есть уголочек, который будет, как бы, конечно же, не сделан, как в салоне первое время, потому что, как бы, ну, не хочется какие-то затраты делать, потому что пока что я салон никакой не открываю дома у себя. Вот. Но, конечно, будет зеркало и кресло, и у меня умывальник, в принципе, есть. Там же все у меня проведено, все сделано, поэтому пока что в уголочке просто будет кресло, зеркало, там и тумба. А уже дальше там время покажет. Но моя преподавательница вообще сказала, да, я вам уже говорила, она видит меня парикмахером, не парикмахером, не парикмахером, а владельцем. Она говорит, и на тебе нужно открывать свой салон. Тебе не нужно стричь, тебе нужно руководить, открывать свой салон, брать людей. Ну, говорит, конечно же, только тот салон будет успешен. Руководитель, владелец которого понимает тенденции, знает, как и что делать, только этот салон будет всегда в топе, который развивается, и владелец салона, когда является сам по себе хорошим мастером. Поэтому как бы вот так она сказала. Я, конечно, себя абсолютно не вижу, я просто понимаю, вот как бы, да, вот как раз вот это, вот у меня абсолютно нету никаких амбиций на эту тему. Абсолютно. Амбиции по поводу там открыть свой салон, набрать людей, это классно. Это классно. И тут нету даже вопроса страха ответственности, да, там, то, что ты берешь за съем помещения, зарплаты работников и так дальше. У меня нету такого страха, как бы, потому что я понимаю, что это, само собой, прилагающиеся риски, которые ты берешь на себя, вступая в свое дело. Потому что я человек, как сказать, недалекий от этого. Я прекрасно понимаю, что это, с чем это связано. Немножко занималась своим бизнесом, очень множко изучала этого всего. Нас, в принципе, обучали, как делать бизнес свой и что нужно для этого, и какие этапы, и все такое. На моем другом образовании. Поэтому меня это, кстати, не страшит. Но то, что меня отталкивает в этом деле, то, что я понимаю, что если ты имеешь свой салон, ты в нем живешь. Поэтому я понимаю, что это для людей, не имеющих семьи или отдаленных от семьи, или у которых уже нет потребности такой, как вот у меня сейчас в семье. То есть, что я имею в виду? Нету маленьких детей, то есть дети выросли, и вы с мужем вдвоем. И вы полностью погружаетесь в работу, наступает второй этап развития. Я говорю, вот есть в молодости всегда такой этап развития, когда ты строишь себя, ставишь себя на ноги, учишься, заканчиваешь учебу, пытаешься делать карьеру. То есть, вот такой вот всплеск. А потом, мне кажется, идет затишье, потому что потом идет развитие семьи, семья, дом, вот эти заботы все. Потом это опять сходит на нет, и приходит второй этап, как бы, вот такой вот в жизни. Ну, мне так кажется, я не знаю, я вижу среди многих своих знакомых, и это то, как я для себя понимаю жизнь. Возможно, через 5 лет, 10 я не буду так рассуждать. Но мне кажется, что когда дети подрастают, и уже, конечно же, не нуждаются в маме и в папе, так как они нуждались, когда им было 5 и 10 лет, то для мамы с папой наступает как бы вторая такая, ну, не то чтобы молодость, а второй этап развития, я это называю. То есть человек начинает развиваться дальше. Очень многие люди в этом возрасте идут учиться заново, меняют карьеру, профессию, открывают свое дело, потому что, например, всю жизнь что-то делали, поняли, что у них есть достаточно до этого сил, знаний, уверенности, связей, и они идут, вступают в какое-то свое дело. То есть я не знаю, мне кажется, что это вполне естественно. Поэтому я для себя, конечно же, однозначно решаю, что я понимаю, что мне нужно будет работать в салоне как минимум первый год. Вот. А потом, дай бог, перейду на дом, то есть буду брать клиентов. Причем, знаете, я вот, как я себя сейчас вижу, я не вижу, что я такой хапыга, который будет, знаете, ой, давайте-ка мне все-всех стричь, там день переполненный, даже в туалет никогда сходить. Нет, нет, мне достаточно там, допустим, два-три клиента в день. Ну, кто-то сейчас меня может послушать, кто работает на дом, скажет, ну, чувиха, ну, нормально-то себе, задумочки два-три клиента, ни хрена себе это. Сколько у тебя должна быть база клиентская, чтобы по два-три клиентика в день регулярно приходили, да? То есть понятно, что эту базу нужно наработать. Понятно, что два-три клиента в день, я говорю, это идеальный вариант для меня. Это не то, чтобы, знаете, там, начать с двух-трех клиентов. То есть если я дойду в день, два-три клиента, ну, мне кажется, ну, что еще можно желать в жизни? Ну, прекрасно все. Два-три клиента в день. И если я еще в начале курса, смотрите, как все меняется. В начале курса я говорила, что красить я не очень люблю, там, это я не очень люблю, но просто я не была в этом, я сейчас погружена. То есть учеба, я сейчас в этой учебе 24 часа в сутки нахожусь вот целый год, буду находиться учебный год. Вот в этом состоянии я в нем, понимаете, я вот на учебе 6 часов, мы полностью погружены в это, мы стрижем, там мы делаем работу с феном, мы там крутим, там, та-та-та-та-та, обучаемся, смотрим видео, к нам приходят разные спикеры из разных салонов, владельцы, мастера. Как вам сказать, это ты находишься в состоянии какого-то праздника, но для меня это состояние праздника, потому что это то, чем я хотела заниматься, я невероятно счастлива. Вот я сейчас еду на учебу, я просто счастлива и счастлива вставать в 5 утра каждый день, потому что мне это нравится. и вот я все вот это вот понимаю и вот такая у меня цель, да, я понимаю, что придет клиент, кому-то нужно покрасить, будет это дольше, конечно же, да, кому-то там нужно, я не знаю, может быть, какой-то химический сервис делать, там, завивку или там, выравнивание волос, но не важно, что. Вот. Это все время, да, но вот я говорю, в среднем 2-3 клиента в день, это вообще просто супер, это идеальный вариант. Если, конечно, дойду там до большего количества, наверное, это будет тот момент, когда я решу, что пора что-то открывать. Но смысл такой, что я для себя не исключаю возможность открытия своего салона. На самом деле, не такое большое дело, знаете ли, я имею в виду, не там супермаркет открыть, понимаете, это намного проще все. Но, конечно, есть определенные риски, которые ты на себя берешь. И скажу вам честно, не имея копейки за душой, туда лучше не лезть. То есть, все равно какие-то лучшие, как сказать, какой-то маленький капитальчик, так сказать, на черный день у тебя должен быть на случай плохого развития плана, да. То есть, на плохой случай должен быть обязательно загашничек. Вот. У меня, к сожалению, в ближайшее время такое не предвидится, поэтому об этом и не стоит говорить и рассуждать. Но я для себя не исключаю момента в один прекрасный день, когда я уже буду работать, скажем, может быть, лет 10, да. То есть, где-то в 45 лет открыть свой салон. Очень даже, почему? Очень даже реально. Очень даже реально. Ничего страшного в этом абсолютно не вижу. Вот. Поэтому все возможно в этой жизни. Понимаете, я уже салон собралась открывать через 10 лет, я еще даже не закончила курс, но не важно. Вот. Поэтому это я хотела порассуждать вот на тему того понимания, куда я иду, зачем я иду и как это все я вижу для себя. и хотела в двух словах вам сказать, что у меня, что мы успели изучить. Смотрите, мы изучаем очень много теорий, естественно, у нас очень много практических занятий, но и теорий немало, я вам должна сказать. Теорий абсолютно немало. Что мы изучали? Ну, теоретически, так как в ноябре, у нас сейчас каникулы будут, где-то с 7 ноября по 17-18. Как раз то время, что я лечу в Израиль. Кстати, когда я покупала билет, я не знала о том, что будут каникулы и слава богу, все совпало. Ой, здесь такой бам. Вот. И будут каникулы. После каникул мы возвращаемся, мы идем на практику, идя на практику, технически, теоретически, я должна уже знать все. Я должна знать там две основные стрижки, я должна знать там техники, там, работы с феном, я должна знать, как делать пятое-десятое. Окей? то есть, то есть, как бы, в принципе, я должна знать практически много, теоретически, все. То есть, как бы, да, там инфекции, заболевания, там все, бактериозы, вот эти все, бактерии, все, все, что касается структуры волос, сервиса волос, все, что химии волос, покраски волос, ну, все, 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 я должна знать, и мы очень много, из этого большинство, практически все мы выучили. еще есть очень много чего мы будем учить, да, то есть, мы создавали там сами цвета, краски, оттенки, еще, как бы, покраски самой технически не было, то есть, чтобы красить, но какие-то мы учим, да, теорию, чтобы знать, как вещи работают, как это работает, если ты, например, эплаешь какой-то материал, такой-то solution, что в этот момент будет происходить с волосом, что будет происходить с белым, со светлым волосом, с темным волосом, там, с пористым, не пористым, там, ну, я не знаю, как правильно на русском это говорю, то есть, это то, что наша учительница говорит, понятно, что вы ничего не будете знать, понятно, что вы придете перепуганные, как эти вот мышки, в эту практику, и понятно, что никто вам сразу ничего не даст делать, что на вас будут еще смотреть, потому что у нас будет три подхода практики, три раза по 20 дней, понятно, что когда вы придете на третий раз, уже вы не будете настолько перепуганы, опять-таки, зависит от человека, от мастера, к которому вы идете, и так далее, много есть еще таких зависящих вариантов, но она говорит, знания будут там, то есть, например, вы можете не знать, как делать, но теоретически вы знаете, как должно быть, и это тоже вам очень много и часто поможет, знания такое, вот, поэтому я очень, конечно, рассчитываю на, очень рассчитываю на, на свои знания, поэтому я очень стараюсь учиться, и, конечно же, делать, и у меня, знаете, вот подход такой, не делать, а бы сделать, и мне сказали, да, молодец, прошла, эту косичку ты заплела, вот, ты молодец, прошла, или там, у нас есть такие, которые ходят, ой, только бы пройти, и все, мне не нужна там хорошая оценка, только пройти, чтобы зачетку сдать, вот это вот сделать, вот это вот сделать, то сделать, у меня нету такой цели, ну, куда ты прешься, нету такой цели, мне моя училка сказала, она говорит, Инна, это же мы не делаем, не для меня, правильно вы проходите это все, это же для вас, чтобы иметь уверенность в себе, в своем, то, что ты делаешь, вот, что мы сделали из того, что мы сделали, значит, из, вот, из работы, с волосами, немного, не густо, но очень густо, если рассчитывать, что мы полтора месяца всего обучаемся, значит, мы делали буквально, бегуди, из первых же дней, бегуди, значит, техники бегуди, как мы, значит, накручиваем, потом perm, это, я понимаю, по-русски завивка называется, как бегу, вот эти на завивку, это немножко другая техника, другие там, вот эти идут бегуди, я не знаю, как они называются на русском, несколько техник, так, потом у нас брейдс, это плетение косичек разных, то есть, там мы даже и корзинку на голове делали, и косичку из девяти, составляющих из пяти, из четырех, и французскую косичку на внешнюю, внутреннюю, то есть, это какие-то основы для укладки, да, то есть, например, кто делает, как они называются, вот эти все свадебные, прически, не прически, а вот именно укладки, наверное, это назвать, для них это как основа идет, вот эти все косички, все эти плетения, понимание техник, как это работает, как можно сплетать волосы, как это, во что это можно превратить, это очень прикольно, но, честно вам скажу, первые дни вообще руки туда не стреляли, реально две левые руки, а потом уже, конечно, ну, поприкольнее было, вот, все, конечно, абсолютно, я вижу, что все дело вопроса практики, потому что первый раз ты делаешь как инвалид, второй раз ты делаешь как инвалид, третий раз ты делаешь как инвалид, который уже восстанавливается, вот, а четвертый раз это уже как бы, инвалид еще восстанавливается, А в пятый раз это уже инвалид, который был инвалидом и стал, в общем-то, вроде уже как все, но еще он все равно был инвалидом, у него еще это осталось. И вот ему еще берет время расходиться, расходиться, чтобы уже чувствовать себя абсолютно обычно, да, обычным человеком. То же самое происходит здесь. Чем чаще я делаю, то есть для того, чтобы сдать каждую косичку, мне нужно было в среднем заплести ее 15-16 раз, чтобы хотя бы сделать что-то похожее на то, что ожидает от меня учитель. Ну вот, то есть как бы абсолютно. Были девочки, конечно, которых это все получается, потому что они этим там занимались, они знают, как это делать, понятно. Но у меня, к сожалению, Габи волосики короткие, она сильно к ним не дает прикасаться. Я сама себе никогда ничего не заплетала, потому что с тех пор, как я живу одна, у меня всегда была короткая стрижка. Или корее максимум, я себе собирала все в хвостик сверху. А в моем детстве меня шикарные косички разные плела моя мама. То есть она меня расчесывала, ну вот у меня были до 9 класса волосы, до 9 класса мне мама заплетала все вот эти французские косички. Все-все она плела мне, просто косички, хвосты, там банты, это все была ответственность моей мамы. Она это все любила, она шикарно это все делала. А у меня руки туда никогда не стояли, не смотрели, ну вот пришлось. Так что косички мы плели. Дальше потом у нас началась работа с феном, тоже разные техники там работы с феном. Это самое интересное, мне очень нравится работать с феном. Это, конечно, работа тяжелая, вот, абсолютно тяжелющая работа. Нужно, то что называется create muscles, нужно, как бы, то есть мы сейчас работаем над созданием новых мышц, которые специально нужно на работу для того, чтобы, ну, работать там одновременно с расческой, волосами и феном. То есть это немножко непривычно для твоего тела, такое держание. Но я как-то сразу, вот, кстати, с феном, я очень быстро разобралась, как-то быстро включилась в эту работу. Как-то все я держу и все это мне нравится. Единственное, что у меня болит голова, вот мы неделю работаем с феном. Понимаете, у нас класс небольшой, 40 человек, когда включается 40 фенов, мало того, что это шум невероятный, это еще и жара. И просто я, вот, последние два дня с такой головной болью хожу, невероятная, очень неприятная. Вот, но, в общем, мне нравится, нравится смотреть на результат, который появляется. Сразу сказала наша преподавательница, что, преподаватель, что, вот, новенькие, кто приходит и показывает, что они понимают, как работать с феном, им обычно всех клиентов скидывают, потому что они не любят, никто и в салоне не любит делать фен. Это запирает время, это тяжелый труд, вот, и, в общем, короче, они за это время предпочитают лучше кого-то еще подстричь, там, да, несколько человек, чем делать один фен. Вот, поэтому в этом плане, конечно же, это прикольно. Мне понравилось больше работать с феном, чем плести косички, я вам так скажу, потому что для меня это было сложнее, но фен тоже сложная вещь, потому что не всегда он, не всегда ты можешь сделать то, что нужно, и иногда нужно переделывать, и, в общем, это сложно, но мне нравится. И с сегодняшнего дня к нам приходит первая модель мужчина, и мы также на барберов будем обязательно учить, мы учим и женские, и мужские, и детские, все стрижки, мы все учим. Вот, но сегодня у нас есть два барбера мальчика, кто уже учится, они уже работают, они работают, пришли только за сертификатом. И вот один из мальчиков пригласили модель, он будет сегодня нам преподавать лекцию основной там базовой стрижки, или базового чего-то там, то есть сегодня впервые мы за полтора месяца вообще увидим стрижку. До этого момента мы даже со стрижками не имели никакого дела. То есть мне друзья спрашивают, ты, ну, уже можно идти стричься? Я говорю, ребята, мы еще вообще стрижку не начинали даже изучать. Они говорят, как так? Я говорю, потому что есть куча всего другого, что тебе нужно знать, кроме того, что стричь волосы. Вот, только лишь сейчас мы увидим, и, конечно, все с нетерпением ждут, потому что в основном ребята, которые пришли, кто не умеет стричь, потому что у нас есть такие, кто уже с опытом и занимался этим раньше, вот, они менее, как сказать, curious, то есть любопытны в этом направлении, а вот такие, как я, очень любопытно, хочется уже начать что-то стричь, как и увидеть какие-то техники. Понятно, что я стригу своего мужа, своего сына и свою дочку немножко там, и с себя саму, но это все равно не так, когда ты стричишь кого-то, и у тебя есть профессиональные инструменты, о которых я вот все как-никак не могу сказать. То есть, что у меня есть, у меня есть триммер, это для маленьких участков волос, машинка, у меня есть машинка с кучей насадок и переходов, это вообще-то, конечно, профессиональные инструменты, отличаются очень сильно от того, что у меня было до этого. Вот, есть там все виды расчесок, фен, там заколочки, приколочки, ну, в общем, всякое такое. То есть, набор, который я покупала за 600 долларов, он на самом деле, он еще содержит в себе книги, ну, естественно, там и мой профессиональный халат, и накидку там для клиента. И, в общем, ну, накидки у меня еще и дома были, но неважно, это уже просто все входило вместе, так оно входило. Вот, ну, в общем, короче, очень все мне это нравится, очень все это интересно. Вот, а, расчески для фена я сказала. Ну, в общем, все виды расчесок, то есть, все, что необходимо для, вот, если сегодня мне уже маленькую такую парикмахерскую дома пригласить каких-то людей на какие-то базовые сервисы, у меня уже, в принципе, все есть для этого. То есть, чтобы начать, у меня уже этот набор есть. Конечно же, я сейчас понимаю, что нужны еще дополнительные обязательно расчески, потому что, во-первых, они падают, а когда у тебя, ты работаешь с клиентом, и у тебя упал ком, вот эта расчесочка, или разделительная, или та, которую ты стрижешь, ты не можешь ее поднять с пола и продолжить стричь клиента. Тебе нужно иметь прилично таких, я теперь понимаю, почему они продаются в наборе там по 5-10 штук, теперь мне это ясно, думаю, зачем одинаковые 10 штук расчесочек, но есть у тебя одна-две и хватит. Сейчас я понимаю, что не хватит, потому что обязательно нужно иметь их приличное количество. То есть, мне нужно подкупить, потому что, во-первых, у меня украли в первой жизни, во второй день, во второй день у меня украли набор комбов, вот эти вот с хвостиками и просто расчески. Украли 4 расчески, самые основные, с которыми нужно работать, они, конечно, не самые дешевые, в среднем 10 долларов одна такая штучка стоит, и у нас сейчас есть кое-какой поставщик, с которым мы начали сотрудничать как студенты, и я хочу к нему сегодня зайти, потому что мы начинаем стрижки, делать мне не будет достаточно этих расчесок, мне нужно зайти купить эти расчесочки, подкупить себе, поэтому... Ребята, ну это приятные заботы, понимаете, это приятно. Когда ты делаешь то, что тебе нравится, я, конечно, надеюсь, что у меня не перегорит ничего, потому что такое бывает, что загораешься и перегораешь. Но я говорю этим уже очень много лет, очень много-много-много лет. Больше 10 лет. Больше 10 лет. Больше 10 лет. И это, знаете, не что-то, что созрело в один день. Это зрело очень долго. И вызрело вот только сейчас. Поэтому я очень рада. Женщине важно заниматься тем, что ей нравится, приносит удовольствие. А если это еще и приносит какие-то денежки, ну, в будущем, в перспективе, будем говорить, да, я не ожидаю, что я буду сразу зарабатывать деньги, тем более первые модели, как правило, все это бесплатно. Ну, я верю в то, что с желанием будет все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!